Рабби Мейр Каханы. Из книги «Неудобные вопросы для удобно устроившихся евреев». Часть пятая. Возмутительная тирания. Израиль. Итак, вот она, другая сторона. Сторона Каханы. Наконец-то. Наконец-то возможность услышать и прочитать Каханы, а не о Каханы, со слов его испуганных, дрожащих от страха противников. Прочитав об этом, подумайте, разве это расизм? Разве это эхо фашизма? Или нацизма? Или Гитлера? После того, как вы столько услышали и прочитали о злобном каханизме в кавычках от людей, которые так ненавидят Каханы, как вы думаете, говорят ли они правду? Почему слова Каханы настолько отвратительны для израильского правительства, что оно, защищая право школ отказывать ему в доступе, в 83-м году сравнило его высказывание и его программу по арабской проблематике с книгой Гитлера «Mein Kampf» и законами Нюрнберга? Как вообще смеет один еврей сравнивать другого с Гитлером, да будет он проклят? Не заражены ли какой-то ужасной болезнью сердца и умы людей, которые настолько обесценили Холокост, что низвели его с пьедестала исторического позора и стали сравнивать с ним программу еврея по спасению своего народа от повторения как раз подобных ужасов? Нет ли чего-то ужасающе непристойного в подобном поведении? Не говорит ли это об истинной сущности и подлинной искаженной мотивации людей, которые это делают? Может ли Каханэ, который признает полное право любого араба посредством обращения в иудаизм, стать таким же хорошим евреем, как и любой еврей урожденный, который соглашается с правом любого нееврея, в том числе араба, при условии принятия статуса иностранного жителя, Жить в этой стране с полным набором личных прав, который никогда не призывал к намеренному предумышленному убийству арабов, можно ли его сравнивать с немецким монстром? Это возможно только в устах циничных, испуганных людишек, стремящихся отбросить собственные мучительные вопросы, терзающие их изнутри, грозящиеся уничтожить их политическое и экономическое могущество, а также смысл самой их жизни. Что за извращенный ум нужно иметь, чтобы сравнивать немецких евреев с израильскими арабами? Разве немецкие евреи тайно кипели от злобы и ненависти к Германии? Разве они провозглашали, что немцы украли у них эту страну, и что они, евреи, собираются при первой же возможности, будь то демографическая или любая иная, объявить свой суверенитет и переименовать Германию в Израиль? Разве немецкие евреи забрасывали камнями немецких солдат, взрывали бомбы на немецких рынках? Разве они убивали немцев на почве национальной ненависти? Разве немецкие евреи мечтали об уничтожении немецкого государства? Или же немецкие евреи не хотели ничего больше, кроме как быть лучшими гражданами Германии из когда-либо живших, принимая и любя Германию в раболепном стремлении, чтобы принимали и любили их самих? А израильский араб, разве он любит и принимает еврейское государство? Разве он стремится изо всех сил стать лояльным гражданином, пусть и не высшего разлива, в государстве под названием еврейское, в котором закон о возвращении применяется к евреям, но не к нему? Законы которого запрещают ему арендовать государственные земли, праздники, гимн, герои и вся атмосфера которого насквозь еврейские А разве израильский араб не взрывает бомбы, не убивает евреев, не призывает заменить Израиль на «Палестину» в кавычках, не считает себя «палестинцем» в кавычках, не признает ООП, Законным представителем «палестинского народа» в кавычках, не ходит на митинги за автономию Галилеи, не кричит евреи вон! Какой измученной, обремененной виной душой надо обладать, чтобы попытаться сравнивать нацизм с Каханой, который видит реальнейшую арабскую угрозу и предупреждает о ней об опасности, исходящей от раба, который искренне и полностью отвергает сионизм и еврейское государство, мечтая о Палестине на их месте? Какой озабоченный еврейский лидер может сравнивать Каханы, предлагающего арабскому врагу получить компенсацию за имущество и мирно и счастливо жить в другом месте, с нацистами и Гитлером, проклятыми врагами евреев и человечества, которые осознанно и зверски истребляли лояльных еврейских граждан только лишь на основании их национальности? Может ли то, что говорит Каханы, хоть как-то оправдать возмутительный отказ спикера Кнесета поставить на голосование три предложенных мной законопроекта, два из которых я в точности, слово в слово переписал из великого еврейского законодателя Маймонида, а третий из устава еврейского национального фонда? На это спикер ответил буквально следующее «Я достаточно уважаю Кнесет, чтобы не ставить подопись под Нюрнбергскими законами». Какой напрашивается вывод об умственных и личных качествах этого противника Каханы? Не видно ли из этого, что противники Каханы на самом деле считают, что это Библия, Талмуд и Маймонид нацисты, издавшие Нюрнбергские законы? И действительно, 5 августа 1986 года в дебатах по антирасистскому закону левый член Кнесета Матитьягу Пеллет не побоялся сравнить Библию и Майнкампф, поскольку она запрещает смешанные браки, и тот же спикер Гилель не сказал ни слова в опровержении. А что можно сказать о фарсе, когда в 1985 году Гилель поддержал предложение ЮНЕСКО провозгласить этот год годом Маймонида? Можно ли найти оправдание, пример министру Израиля Шимону Пересу, который осмелился посреди Кнесета, изъять еврея из еврейского народа следующими словами? «Еврей, проповедующий расизм, для меня не еврей!» 3 февраля 1986 года. Представьте себе, как возмутился бы тот же Перес и другие, если бы религиозный еврей заявил «Еврей, проповедующий марксизм, для меня не еврей!» Представьте себе, каким гневом воспылал бы Перес и другие, если бы религиозный еврей заявил «Еврей, призывающий нарушать шаббат, для меня не еврей!» Истина в том, что ни один религиозный еврей никогда не будет изымать еврея из еврейского народа, поскольку Галлаха еврейский закон объявляет. Еврей, даже если грешит, остается евреем. Но фанатизм тех, кто так спешит осудить фанатизм, скоро улетучится. Под демагогической маской терпимости, либерализма и демократии скрывается мстительность и ненависть, которые легко переходят в насилие против всех, кого они боятся и в ком видят угрозу. Вот почему так странно, что тот же Перес, который в ответ на предложение проводить обращение в иудаизм, основываясь на традиционном еврейском законе, так энергично воскликнул, что никогда не пойдет на раскол еврейского народа, отказывая отдельным евреям в еврейскости, тот же самый Перес вдруг обнажает свои подлинные политические взгляды, делая именно это по отношению к Каханне. Это лицемерие, не что иное, как маска, под которой скрывается чрезвычайно опасный человек, чрезвычайно опасные люди. А что можно сказать по поводу возмутительного, осознанного искажения термина «расизм»? Армия левых, либералов и интеллектуалов цинично манипулирует и злоупотребляет словом, у которого имеется вполне определенное, четкое значение. Все ради того лишь, чтобы уничтожить человека, который наводит на них самый страшный из идеологических кошмаров. Им прекрасно известно, что под расизмом понимается ненависть и дискриминация, основанная на национальности, расовая принадлежность, цвет кожи и т.д. Они знают, что ни Мейру Каханне, ни иудаизму, который он представляет, нет ни малейшего интереса до цвета кожи, расовой или национальной принадлежности человека. Они знают, что Каханне не может, как не может иудаизм, различать между белым, черным или желтым евреем, евреем восточным или западным, африканским или европейским. Они знают, что Каханне привержен иудаизму, который не смотрит на цвет кожи, национальную и расовую принадлежность. Они знают, что любое человеческое существо, включая любого араба, при желании может обратиться в иудаизм в согласии с законом Торы и стать таким же хорошим евреем в глазах Каханне, как Шимон Перес. Они знают, что различие между евреем и неевреем не имеет отношения ни к расе, ни к цвету кожи, ни к национальному происхождению, но проводится исключительно в сфере идеологических, религиозных убеждений человека. Белые шведы вовсе не подобны евреям, но чернокожие еврейские празелиты подобны. Отвратительные, непристойные обвинения в расизме со стороны израильских и других еврейских элит Есть не что иное, как хладнокровное, расчетливое, циничное стремление опорочить, оклеветать и уничтожить человека, которого они боятся больше кого бы то ни было, человека, который угрожает их идеологическому рассудку. Непристойность – это слишком мягкий термин для описания их поведения. А какая известная науке болезнь должна поразить душу еврея, чтобы он написал следующие слова о суде над нацистским военным преступником Джоном Демьянюком, который убил тысячи евреев во время Холокоста? Скамья подсудимых утратила свою святость. Она больше не может считаться чистой, пока в наших руках известный расист. Пока Кнесет откладывает принятие закона против расизма, наш суд не может служить ареной правосудия для осуждения расиста, доведшего расизм до его страшного логического завершения. Как нация, требующая справедливости, пострадавшая более кого бы то ни было от расизма, мы что-то потеряли, мы где-то утратили моральное право судить Джона Демьянюка. Сами Михаэль Хадашот, 27 февраля 1985 года. Как вызывающе непристойно, как уродливо это сравнение Каханы, еврея, с нацистом-убийцей. Это разглагольствование по поводу нашего морального права судить его. Какое блуждание ума, какая болезнь души могли породить подобное. А есть ли хоть один мыслящий, трезвый человек, который не содрогнется от ужаса, читая следующую статью из газеты Маариф, 10 сентября 1985 года? Ввиду значимости этой статьи, я приведу ее полностью. Два ультраортодокса, еврея, удивили молодую нерелигиозную девушку, объявив ей, что ее обвиняют в убийстве. Согласно секретным данным, она сама сделала себе аборт. Лидер ультраортодоксов, Раби Раане, призвал убить ее. Мы произведем анализ крови. Если выяснится, что вы беременны, мы извинимся и уйдем. Но если окажется, что вы не беременны, мы приведем в исполнение приговор. Сказали они ей. Девушка в страхе восклицает, что она не беременна, и евреи убивают ее. Эта история кажется слишком ужасной, чтобы произойти на самом деле. Быть может и так. Однако Этти и Шломи Сандак считают, что этот сценарий вполне правдоподобен, если над нами восторжествует каханизм. Мы считаем крайне важной войну против кахана и фашизма, говорит эта пара. Они изучали кинематографию в колледже Давида Гринберга и теперь собираются снять собственный фильм, который послужит борьбе с каханизмом. Им будет помогать Ямин Свиса, который ранее уже помогал им в сборе средств по линии центра мира члена Кнесета Якова Гиля для нужд общинных центров и Иерусалимского фонда. В Иерусалимском фонде уже одобрили сценарий и сказали, что если им понравится конечный результат, то фильм покажут в школах, говорит Шломи. Конец цитаты. Это не просто страшно. Это открытое объявление войны не только против каханы, но и против ультраортодоксальных в кавычках евреев, читая религиозных евреев. Это манифестация открытой ненависти и воинствующего невежества. Два религиозных еврея представлены в ужасающем свете. Они показаны таким образом, что даже нацисты, с которыми борются евреи-эллинисты, кажутся голубями мира. Представление о том, что религиозные зелоты будут убивать евреев из-за абортов, это не только вопиющее невежество. Иудаизм действительно запрещает аборт, но не требует смертного наказания за него, но и открытый призыв убивать религиозного еврея, пока они не убили нас. Тот факт, что эту неприкрытую киноатаку против иудаизма профинансировали общинные центры, группа, финансируемая правительством и Иерусалимский фонд, частное учреждение Теда Колика. Сейчас в нем ведется расследование заряд правонарушений. Настолько возмутительно, что заслуживает расследование. А тот факт, что его будут показывать в общественных школах, дабы внушить детям ненависть к иудаизму и религиозным евреям, и просто преступно. Вот он ключ к разгадке войны против каханизма, в кавычках. Войны, которая не более чем верхушка айсберга позорной войны против иудаизма. Это часть кампании патологической ненависти к иудаизму, что видно по множеству примеров. 3 января 1986 года газета «Хадашот» поместила полностраничную карикатуру, на которой был изображен этакий Дракула в накидке для молитвы, бросающий тень на Израиль, и рядом саркастическое название «Свет народам». В прогрессивном, в кавычках, бутике Тель-Авива под названием «Двадцатый век» продавался плакат с надписью «Фестиваль свободы», на котором был изображен ребенок с обнаженным половым членом и связанный филактериями. Газета Гистадрута «Даварха Шавуа» перепечатала карикатуру из журнала «No How to Respond», на ней был изображен религиозный еврей, сидящий в доме и призывающий ребенка, проходящего мимо. «Дитя, пойдем отметим шаббат с семьей, у которой есть ценности, а на окнах здания красуются надписи «Разрушение», «Ссоры», «Дискриминация», «Бандитизм», «Насилие», «Убийство», «Воровство», «Коррупция», «Непристойности». Газета Гаарец опубликовала статью под названием «Верующие угрожают государству». На членов движения за возврат к иудаизму совершаются яростные нападки, при том, что к религии вернулись уже тысячи светских израильтян, которых светское государство банкрот лишило всех ценностей. Тот факт, что ни один из них не сделал это по принуждению, не интересен для пустых эллинистов, которые слишком хорошо понимают, что это им нечего ни предложить, ни продать своим детям, что их дети потеряны для иудаизма, сионизма и всего, в чем есть высокие духовные ценности. Они знают, что банкротство их детей – доказательство их собственного банкротства, так что левым, либералам и секуляристам остается только лишь дышать ненавистью и убийством, которые так характерны для всех гуманитариев и моралистов мира. Борьба против Каханы коренится в войне против иудаизма. Эллинисты и ассимилированные евреи слишком хорошо понимают, что Каханизм – это иудаизм, что Каханы представляют подлинную истину иудаизма, которую другие боятся произнести вслух. И величайшая жуткая реальность в том, что израильские левые и эллинисты хотят гражданской войны против Каханы и того иудаизма, который он представляет. Вы думаете, нет? Если среднестатистический еврей шокирован подобным предположением и отказывается верить в него, его сложно винить. Но это правда. Ирония в том, что именно холодный расчет и очевидность противоречия между еврейским и западным демократическим государством, между иудаизмом и западными либеральными ценностями, приводят к тому, что еврейские лидеры впадают в ярость и безрассудство. Чем яснее это противоречие, чем очевиднее правильность решений, предлагаемых Каханизмом в кавычках, тем страшнее интеллектуальный и эмоциональный ужас и, соответственно, необходимость уничтожить, опорочить, заглушить Каханы, пойти на войну, если необходимо. Это более чем просто нечестность со стороны израильских политических лидеров, интеллектуалов, писателей, журналистов. Это более чем просто нечестность со стороны лидеров общин, раввинов, интеллектуалов изгнания. Это в высшей степени уродливая форма ненависти, вызванная чудовищным осознанием собственного душевного раскола, осознанием, которым Каханы их внезапно промзил. Они вдруг оказались вынуждены признать, что все их попытки поженить сионизм и иудаизм на западной демократии и секуляризме окончились полным крахом. Они оказались перед своей паствой полностью голыми, лишенными всех амбиций, растерявшими весь свой философский и идеологический багаж, наконец-то вынужденные выбирать между честностью и обманом. Для них внезапно наступил ужасный момент истины, и они столкнулись с необходимостью выбора, будучи не способны более обманывать ни других, ни себя. Сионизм или западная демократия? Иудаизм или западные ценности? Еврейское государство с еврейскими ценностями и обликом? Или такое государство, в котором все евреи и арабы будут политически равноправны и свободны стать большинством, чтобы отменить еврейский характер государства? Создать государство либо на основе еврейских ценностей, либо по образу либеральной анархии, либо жизнь честного, подлинного иудаизма, либо понимание, что не существует иных причин быть евреем, кроме расистских. Для эллинистов и других обманщиков евреев, творцов израильских воздушных замков, еще никогда не было более болезненного, более мучительного момента. Неудивительно, что они бегут от интеллектуальной конфронтации с Каханы, как от чумы. Они могут оправдать свой страх племике различными абсурдными извинениями, такими как «мы не хотим давать ему возможность сделать себе имя». Заносчивость гномов Моисеевой веры непостижима. Но когда человек сначала призывает к диалогу с арабами, черными боевиками и другими врагами еврейского народа на основании того, что нужно уметь разговаривать со своим врагом, а после этого отказывается от полемики с евреем, раввином и членом Кнессета, такой человек выглядит более чем глупо. Те, кто приветствует в своих храмах антисемита Джесси Джексона или умеренного в кавычках «бандита» из ООП, должны очень постараться, чтобы объяснить свой непреклонный отказ от диалога с евреем. Нет, истинная причина их единодушного истерического отказа от полемики с Каханы это парализующее понимание того, что он уничтожит их интеллектуально, что он сорвет с них все их логическое обмундирование, и это увидят все их последователи и коллеги, что внезапно евреи поймут, что это не тот Каханы, которым их стращали еврейские лидеры, что в его словах львиная доля здравого смысла, что они согласятся с ним, что вся клевета, вся грязь, которую на него вылили, окажутся ложными, что обнаружится, что все это не более чем преднамеренные попытки уничтожить репутацию оппозиции с целью сохранить лицо и власть истеблишмента. Действительно, для прозападных еврейских лидеров, для типичного ассимилированного еврея-эллиниста, который жаждет некоего наследия, представляющего собой винегрет из иудаизма в кавычках и Томаса Джефферсона, для такого еврея нет ничего хуже, чем осознать, что это несовместимые между собой понятия, что все столь важные для него западные ценности часто противоречат еврейской вере, в которой он родился, и что он должен выбирать между ними. Перед ним суровая реальность иудаизма, противостоящая многим самым глубинным его западным убеждениям. Он ненавидит иудаизм, но в то же время он родился в иудаизме. И такой ассимилированный еврей Израиля, как и его эллинистический аналог в изгнании, внезапно приходит к пониманию того, что сионизм даже в своей самой светской и атеистической форме есть противоположность западной демократии, которая требует полного политического равноправия для всех граждан и полностью равноправного подхода к обретению гражданства. Его эллинистический мир рушится, и все заблуждения, которыми его напичкали учителя, начинают мучить его. И вот он начинает ненавидеть и сионизм, но ведь сионизм – фундамент его страны. Все играет против обанкроченных светских евреев, в том числе время. У него мало детей, если вообще есть, потому что дети мешают получать удовольствие от жизни ему и его жене. А у религиозного еврея дети есть. Враг становится не только смелее, но и многочисленнее. И вот перед нами еврей, чьи дети лишены всех ценностей еврейства и сионизма, которые одни способны вызвать в нем желание жить в этой стране и тем более жертвовать удовольствиями ради нее. Эллинист совершенно осознанно породил детей, лишенных иудаизма, но он также породил детей, которые считают совершенно неинтересным тот сионизм, который он, их отец, считает святым. Они откровенно зевают при мысли о сионизме, который для них пуст, как стерильная колба. Сионизм, как национально-освободительное движение еврейского народа, мог звучать героически для их отца в Европе, для горстки молодых сионистов Манхэттена или Лондона, но для сына и дочери израильского Франкенштейна он в самом лучшем случае пустышка, да еще и причина проблем с арабами. Сын эллиниста не имеет идентичности, он в полном смысле слова не знает, кто он такой. Когда он говорит, что он «израильтянин» в кавычках, он определяет свою принадлежность, а не идентичность. Принадлежность – это временное, приходящее, искусственное понятие, не имеющее большого значения. Идентичность – это часть личности, существующая еще до рождения. Идентичность – это нация и религия, и человек рождается именно в этих общностях. Они становятся частью его естества еще до того, как он появляется в этом мире. Принадлежность же не имеет прошлого, следовательно, не имеет нужды в будущем. У нее нет ни идеологии, ни вызова, ни гордости. Идентичность имеет прошлое, которое началось задолго до того, как новый человек вошел в него. Поскольку у нее есть прошлое, она способна дать ему руководство к будущему, направление, смысл, связь с величием. Но если у человека нет прошлого, если он отрицает его, то он уничтожает связь и со своим будущим. Он обречен либо на ощупь пробираться в темноте, либо навеки сгинуть. Молодой светский израильтянин имеет сотню принадлежностей. Он принадлежит к армии, к налоговому ведомству, к банку, что подтверждено различными удостоверениями личности. Но у него нет ни одного удостоверения идентичности. Религия для него неприемлема. Он отмахивается от сионизма. Он не знает, что такое быть евреем. Ему это неинтересно. Если бы не арабская угроза, само слово «еврей» редко мелькало бы в его сознании. Его ценности, ценности язычников, его мечты, мечты язычников. Он готов уехать из Израиля завтра же, если у него будут Его светский родитель все это видит. Он видит банкротство и своей жизни, и жизни своего ребенка. Он знает, что у него нет будущего, и что хуже, он также видит и других, кавычках, верующих, тех, чье удостоверение идентичности гордо запечатлено в виде филактерий, накидок и книг для молитв, суббот и праздников, еврейского учения и ценностей, еврейской готовности идти на жертвы ради своей еврейскости, ради больших семей, ради еврейского образа жизни. Будущее за ними, завтра за ними, и светский еврей это знает. Именно им надлежит определять судьбу, облик и характер государства, и этот облик и характер светский еврей ненавидит и презирает. У отчаявшегося, обанкротившегося еврея-эллиниста остается лишь один способ уничтожить то будущее, которого он так страшится. Он должен собственными руками, собственными силами не допустить наступления этого будущего. Ему нужна гражданская война. Светские ненавистники иудаизма хотят гражданской войны, потому что им нужна гражданская война. Потому что если пройдет время, начнутся мирные и демократические процессы, то они проиграют. Ирония в том, что они скорее готовы отдать будущее арабам, чем религиозным евреям. Беда в том, что они ненавидят религиозных евреев больше, чем арабов. И снова мы слышим, как через толщу веков громко раздаются слова раввинов. «Невежда ненавидит ученого большей ненавистью, чем не еврей ненавидит еврея». Конец цитаты. И это правда. И тоже можно сказать о светском еврее, который ненавидит араба. Такова реальность лагеря светских ненавистников. Когда опасности подвергаются их собственные интересы, их ценности тут же исчезают, чтобы никогда не вернуться. Исчезают демократия и терпимость, закон и порядок, этика и любовь к евреям. Внезапно не остается ни одного средства, которое нельзя было бы оправдать целью уничтожения евреев еврейства. Евреев тех ценностей, которые они презирают. И приготовление к этому уже начались. Причем самым очевидным образом. В конце концов, есть ли лучший способ подготовиться к гражданской войне, чем объявить, что к ней готовится другая сторона? Все ненавистники и агрессоры в истории всегда высоко поднимали флаг предполагаемой угрозы нападения со стороны будущих жертв. И в этом плане патологические ненавистники иудаизма не являются исключением. Они уже готовят пропагандистскую почву для яростного нападения на каханы и религиозно-националистические элементы. Пресса изобилует жуткими предупреждениями о том, какую фашистскую, тоталитарную диктатуру установит каханы, если ему будет позволено прийти к власти. Радиоэфир и печать ежедневно тиражируют угрозы хаминизма, в кавычках, фанатичного ультраортодоксального режима и равно фанатичного ультра-националистического режима гуш-эмуним. Как умны и циничны люди, контролирующие прессу, контролирующие умы людей, у них все ультра, все фашистское, все опасно. 8 октября 85-го года в газете «Арец» появилась статья под заголовком «Ответим каханы силой». В ней писалось «Еще не поздно выйти на улицы и ответить правым бандитам на единственном языке, который они понимают, языке силы, иначе скоро мы окажемся под их пятой, и тогда мы не сможем даже послать письмо редактору газеты». Конец цитаты. Инфраструктура гражданской войны основана на ежедневном массированном промывании мозгов. Шуламид Хар-Эвен, прогрессивная, просвещенная гуманистка и демократка, с невероятной степенью лицемерия 13 февраля 86-го года прокомментировала в газете «Идиот охранот» митинг против конгресса партии КАХ, на котором было применено насилие. Она пишет «У нас всегда есть оружие против фанатизма и расизма. Вчера в Иерусалиме тысячи демонстрантов, которые обычно лишь необдуманно поддерживают терпимость и демократию, прибегли к последнему из имеющихся средств, категорически заявив «Каханы вон!» Конец цитаты. Или взять письмо левого ветерана, члена движения кибуцев Дова Иеремии. «Не стоит ли пойти на кровопролитие, чтобы положить конец еженедельной выдачи разрешений на провокационные митинги КАХАНЫ по всей стране?» КАРТС 30 декабря 1985 года. Урок демократии в кавычках ясен. Если демократы прольют кровь, чтобы заткнуть рот КАХАНЫ, повинить в этом нужно только его. Кровопролитие – законное средство в борьбе против расизма в кавычках. Тема «крови» в кавычках снова была поднята в связи со сквернением синагог секуляристами. Врам Фрид, глава комитета против религиозного насилия, сообщил газете ГАРТС 18 июня 1986 года. «Я не сомневаюсь, что это будет продолжаться и впредь. На мой взгляд, в этом противостоянии кого-нибудь да убьют». Конец цитаты. Ненавидящий религию член КНЕСЭТа Йоси Сарид написал в ГАРТС статью под названием «Восстание секуляристов», который призвал запретить создание религиозных кварталов в светских городах и деревнях. «У нас нет другого выбора, кроме как провести границы. Лорды религиозного принуждения, перед вами вся страна. Отделитесь же от нас». Конец цитаты. Можно взглянуть и на другие заголовки в газете ГАРТС, этой Библии интеллектуалов, свидетельствующие о непрекращающемся потоке ненависти. «Верующие угрожают государству. Верующие захватывают государство». И так далее, и тому подобное, пока не станет дурно. Атмосфера ненависти и страха искусственно создается как массовой желтой прессой, так и более утонченными изданиями, ориентированными на англоязычного читателя. Ясно, что именно осознанное разжигание ненависти и страха в прессе привело к тому, что левые начали нападать на синагоге. Ясно, что эта тщательная пропагандистская кампания по промывке мозгов призвана подготовить общественность к пониманию в кавычках и принятию гражданской войны против хаминистов в кавычках от иудаизма. Ненавистники левого крыла хотят еще и разогнать поселенцев в движение Гуши Муним, о чем не побоялся написать Йоси Мелман «Довар» май 85-го года в статье под названием «На грани гражданской войны» мы читаем «Тот, кто сегодня боится противостояния с организациями правых, с националистами и религиозными, через год-два окажется в гораздо худшем положении. Тот, кто боится гражданской войны, скоро обнаружит, что гражданская война преследует его». Конец цитаты. Этот призыв говорит сам за себя. Они хотят гражданской войны. Ирония еще и в том, что левый профессор в Ермолке Ишаягулейбовец, запутавшийся сумасшедший 80-летний профессор, восхищающийся левыми, который молится Богу и голосует за антирелигиозную партию, в 86-м году сказал, что удивляется, почему некоторые отказываются признать, что могут быть причины, способные поднять одну часть нации на войну против другой. Конец цитаты. Гражданская война. Левые восторженно аплодируют. И эти озлобленные, запутавшиеся левые, скрывающие свои лица под маской этики и морали, своими угрозами, действительно навели на окружающих не просто страх, самый настоящий психологический террор. Так еженедельник Колхаир, 20 июня 1986 года, поместил статью под заголовком «Правые профессора боятся вылезать из чулана». В статье писалось о нескольких профессорах еврейского университета, принадлежащих консервативным националистическим кругам. Они написали министру иностранных дел Шамиру письмо, в котором заявили, что не поддерживают акцию леврадикального физика профессора Даниэля Амита, известного в университете как «Красный Даний», решившего бойкотировать церемонию вручения дипломов из-за присутствия на ней Шамира. Далее в статье писалось «Все, кто написал об этом Шамиру, отказались сообщить свои имена из страха, что левая профессура, занявшая ключевые позиции в университете, помешает их научной карьере». Конец цитаты. Вот оно, настоящее лицо настоящих ненавистников, настоящих израильских фашистов. Вот он, почерк людей, готовых убивать других евреев, при том, что сами они полностью отдают себе отчет в собственном банкротстве. Они мучительно завидуют тому, чего у них нет. Убежденности, истины, удовлетворения, подлинной радости. Только поняв темную сущность другой стороны, ее душевное уродство, скрытое под прогрессивной, в кавычках, маской. Можно понять мотивы интеллектуалов, деятелей культуры и политиков, откровенно лгущих и клевещущих на Каханы, людей, для которых не существует запрещенных средств в борьбе против человека, угрожающего их идеологическому рассудку. Как иначе можно объяснить возмутительную ложь интеллектуала Амоса Алона, одного из столпов израильского и конформистского американского еврейского сообщества, который написал в газете «Нью-Йоркер». Вот еще один образец интеллектуального высокомерия. Следующие слова. «Платформа Каханы полностью расистская. Если араба застанут в постели с еврейкой, его нужно кастрировать». Конец цитаты. Да, западные СМИ нередко искажают и извращают информацию, но они редко выдают общественности полную, абсолютную ложь. Алон знает, что Мейр Каханы никогда не делал подобных заявлений. Алон знает, что иудаизм запрещает кастрацию не только человека, но даже животных. Алон лжет осознанно, но он представляет целый класс подобных людей, которые не видят ничего дурного в том, чтобы лгать про своих врагов. Вот почему они способны даже на следующие поступки. Утром 3 января 1986 года члены левого кибуца отдали я. Едва приступили к завтраку, как вдруг содрогнулись. Стены домов ходили ходуном от криков. Каханы к власти! Кибуцники предатели! И других лозунгов в таком духе. Доска объявлений была оклеена плакатами, а одна из стен столовой была исписана лозунгами. Возмутительно? Конечно! И даже более чем кажется на первый взгляд. Наглость этой выходки состояла в том, что ее спланировало само руководство кибуца, а выполнить было поручено четырем его членам. Мы сделали это для того, признались они с улыбкой, чтобы поднять наших сограждан на борьбу с расизмом. Хадашот 5 января 86-го года. Или, как выразился секретарь кибуца Наум Сиван, они хотели пробудить членов кибуца от спячки и воспроизвести возможный сценарий, как если бы бандиты Каханы изрисовали стену столовой. Альгамишмар 6 января 86-го года. Сложно понять, как функционирует отвратительный ум левых фашистов и ненавистников Каханы. Но знайте, что они способны на нечто еще более худшее. Лучше всех это описал Аарон Папу, телевивский адвокат и бывший член правления Левого Израильского телевизионного агентства. Он пишет в газете Хадашот от 9 декабря 84-го года. Не обязательно соглашаться со взглядами и высказываниями рабе Мейра Каханы, чтобы протестовать против публичного линчевания, организованного против него левыми членами Кнесета при массированной артиллерийской поддержке СМИ, которые всегда готовы прийти на помощь по первому требованию. Достаточно быть лишь честным человеком, не лишенным чувства справедливости, чтобы полностью отвергнуть эту компанию лжи. Вершувский, Йоси Сарид, Рон Коэн, левые члены Кнесета, соперничают друг с другом, кто из них лучше обольет грязью этого человека. В газете Аарец 6 декабря 84-го года спецкорреспондент в Кнесете сообщил, что за одну минуту Каханы был удостоен таких эпитетов, как гангстер, животное, мерзость, зараза и другие. Ни одного объяснения, ни одного серьезного аргумента. Лишь поток проклятий на базарном жаргоне, на воровском диалекте коммунистов и их либеральных в кавычках союзников. Традициях тех, кто стремится объявлять вне закона, вселять страх, пускать кровь. Вот они политические техники левых, обливать оппонента грязью без единого довода, до тех пор, пока общественности не будут промыты мозги настолько, что она начнет думать, что речь идет о самом дьяволе. Конец цитаты. Вот она реальность. Огромная опасность состоит в том, что слишком многие слышали и читали о Кахане, но очень немногие слышали и читали самого Каханы. Миллионы евреев, подобно жителям других стран, живущих в тоталитарную эпоху средств массовой информации, оказались жертвами клеветнических новостей, лозунгов, фотографий, которые создает горстка мужчин и женщин. Однако в случае с мэром Каханы это больше, чем просто проблема прессы. В Израиле все политические, интеллектуальные, образовательные, государственные и прочие элиты помогают прессе в крестовом походе против Каханы и каханизма в кавычках, который проводится с беспрецедентной патологической ненавистью. Уже можно издавать руководство по клевете, дискредитации и лжи, от которого исходит зловонный запах одержимости, напрочь лишающий человека всех признаков рассудка. Ложь всегда в страхе трепещет перед истиной. Ложь всегда знает своего врага, того, кто угрожает самому ее существованию. Вот почему настоящая ложь внутри еврейских кругов, как в Израиле, так и за его пределами видит в каханы и каханизме настоящий иудаизм, который она никогда не сможет победить, который она ненавидит, презирает, боится. Вот почему они так ненавидят каханы. И вот почему с каждым его шагом к победе они все больше приходят в отчаяние. Они не остановятся ни перед чем, даже перед убийством, чтобы предотвратить победу настоящего иудаизма. Это началось в день выборов. Пресса долго вбивала Израилю в голову, что подобный сценарий невозможен, поскольку все знали в кавычках, что у каханы лишь горстка сторонников, несколько американских и русских подростков. И вдруг потрясенный Израиль узнает, что каханы и его движение Ках получили место в Кнессете. Радио и телевидение принялись обсуждать этот вопрос энергичнее, чем вопрос о том, кто сформирует правительство, Ликут или Маарах. Профессиональный борец с религией и национализмом Шуламид Алони в прямом смысле слова начала заикаться. От приступа ярости она никак не могла взять себя в руки и произнести слово каханы. Но достаточно об этом либеральном борце за права завоеванных и угнетенных арабов, гомосексуалистов и миссионеров. Клевета всегда была последним прибежищем людей, не способных к полемике, не способных бросить интеллектуальный вызов тем идеям, которых они боятся. Статьи, телепрограммы, дебаты на радио настоящий Ниагарский водопад истерии по поводу избрания Каханы. И все это несмотря на то, что в Кнессет также прошли два члена прогрессивного списка, новой, откровенно антисионистской, праарафатской, поддерживающей ООП партии, несмотря на то, что прошли четыре члена коммунистической партии. Эта лавина продолжается вплоть до сего дня. Ненависть, страх, одержимость. Как же они ненавидят Каханы? Давайте посчитаем случаи патологического, губительного джихада, этой священной войны, начатой людьми, которым мило общаются, пьют кофе и поддерживают всяческие контакты с врагами еврейского народа и государства. Случаи, которые приведут восторг исследователя в области психопатологии. Пример министр Шимон Перес описывает каханизм в кавычках как дамоклов меч, нависший над еврейским и демократическим Израилем. Он осуждает взгляды Каханы как наиболее опасные для израильской демократии. Он клянется, мы будем сражаться с этой провокацией и защищать ценности Израиля. Министр иностранных дел Хайм Барлев спрашивает у генерального прокурора Ицхака Замира существуют ли законные способы остановить законные митинги Каханы. Очевидно, что таковые не находятся, однако полиция все равно запрещает митинги в нескольких городах и ситуацию спасает только обращение в суд. Теперь полиция разрешает проведение митингов, но не в тех районах, которые запрашиваются и без громкоговорителей. Кроме того, полиция также пытается запретить митинги на том основании, что они могут привести к насилию, то есть другие могут совершить насилие против Каханы, ввиду чего ему нельзя проводить митинг. Полиция также специально затягивает выдачу разрешений до самого дня проведения митинга, хотя заявления подаются за несколько недель. Это делается с той целью, чтобы мы не успели расклеить объявления о митинге. При этом полиция разрешает проведение встречных митингов, запросы по которым подаются в нарушение сроков, причем их разрешается проводить прямо перед митингами Каха и с громкоговорителями яйцами и камнями. Министерство образования запрещает Каханы выступать в школах, в то время как антисионистские арабы и левые всех мастей имеют к ним полный доступ. Сами школы получают методические материалы для объяснения детям опасности, исходящей от Каханы и Каханизма. Эти материалы подготовлены институтом Ван Лир, опасной организации, которую возглавляют левые выступающие против Каханы религии израильской оккупации в кавычках и еврейских поселений. Каханы не дают ни единой возможности выступить в свою защиту, чтобы опровергнуть обвинения. Вендетту против Каханы вовлекается армия, которая должна быть вне политики, армейское образовательное ведомство, так напоминающее политруков немного другой армии. Выпускает публикацию для солдат с агитацией против Каханы. Член Кнесета Эхуд Ольмерт выразил протест по поводу того, что один раздел брошюры полностью списан с литературы коммунистов. В ответ на протест один из военных, который, как и прочие, был вынужден часами просиживать на лекциях против Каханы, полковник Шуламид Легун из отдела по связям с общественностью департамента личного состава армии, пишет «Мы согласны с госучреждениями и большинством населения в том, что взгляды Каханы российские. Мы первые оскорблены этими взглядами, потому что они ведут к разрушению израильского общества и угрожают самому существованию государства Израиль». Конец цитаты «Вот такая она армия Израиля, вот так в ней промывают мозги еврейским солдатам». Президент Хаим Герцог лучше других подходит на роль главы современного Израиля. Его поступки не поддаются логическому объяснению. Следуя 36-летней традиции, при которой президент после выборов встречается с представителями всех политических партий для обсуждения состава нового правительства, Герцог встретился с коммунистами и пропалестинским прогрессивным списком, этими столпами сионизма и демократии. Затем он нарушает традицию и отказывается встречаться с членом Кнессета мейром Каханы «расистом» в кавычках. Не прошло и года, как Герцог столь одержимый Каханы он вспоминает его по любому поводу, объявляет, что намерен стать первым президентом Израиля, который удостоит своим присутствием съезд коммунистической партии. Израильская коммунистическая партия известна не только своей раболепной верностью СССР, но также тем, что годами она озвучивала арабские антисионистские настроения. Но Герцога это не смущает. Высокомерно объявив, что он является президентом всей нации, он посещает съезд, где заслушивается приветствие от Ясера Арафата. Послание зачитывается под аплодисменты присутствующих. «Дорогие товарищи, я очень рад от имени ООП обратиться к товарищам по оружию и общей судьбе с признательностью и уважением, приветствую ваш двадцатый съезд. Я бы хотел подчеркнуть, что ООП, являясь единственным законным представителем палестинского народа, горда тем, что вы достойно защищаете неотъемлемые национальные права палестинского народа в борьбе против колониальной сионистской агрессии, против нашего народа и традиции». Конец цитаты. Ясир и Хаим вместе приветствуют коммунистическую партию, которая признает ООП единственным представителем палестинского народа. Конечно, Ясира можно понять, но кто способен оценить гниль яблока, так далеко упавшего от своей яблони? Посетив, как и подобает президенту всей нации, в кавычках, съезд коммунистической партии, господин герцог без объявления причин отвергает приглашение мэйра Каханы посетить съезд движения Ках. Очевидно, мы не достойны считаться частью этой нации. Военная радиостанция Галей Цахал, которая вещает на весь Израиль, в октябре 1985 года посвятила целый день агитации против Каханы и Каханизма. Радио даже не постеснялось заявить, что самый опасный пункт программы Каханы это создание государства Торы. Это возмутительно, что армия не только занимается политическими вопросами, но еще и критикует планы создания в еврейском государстве государства Торы. Государственное телевидение и радио объявило, что они не пустят Каханы в эфир, будь то обычные передачи, ток-шоу или интервью. Они не посетят ни одну из его пресс-конференций. Они не будут освещать мероприятия, организованные Каханы. Единственным источником информации о деятельности Каханы становится иорданское еврейское телевидение. Газеты отказываются публиковать опровержение мейрам Каханы клеветы в его адрес. Кнесет под руководством Шлому Гиллеля составляет заговор с целью сломить и уничтожить Каханы в лучших традициях тоталитарных режимов. При попытке поставить вопрос о вотуме недоверия правительству, секретарь Кнесета определяет, что Каханы не будет разрешено поднять этот вопрос. Причина в уставе Кнесета сказано, что это не разрешается делать одному из членов Кнесета, а поскольку партия Каханы имеет только одно место, Каханы является таким одним членом. Фарс очевиден для каждого. Цель этого пункта устава не позволить поставить вотум недоверия одному члену партии, у которого много мест в Кнесете. Ясно, что если вся партия имеет только одно место, этот пункт неприменим, но это никого не интересует. Парламентский гном Гилель повелевает в Кнесете словно император. Только путем обращения в Верховный суд Каханы наконец-то удается заставить Гилеля рассмотреть наиболее фундаментальный из всех парламентских актов. Вотум недоверия правительству. Когда Каханы поднимаются на трибуну, члены Кнесета устраивают детский сад. Подражая арабам в ООН, они выходят из зала. При этом никто никогда не выходит, когда выступают коммунисты или арабы, поддерживающие ООП. Несмотря на то, что Кнесет предоставляет своим членам право перемещаться по стране без вмешательства полиции, израильский парламент решает лишить этого права Каханы. Невероятно, но Кнесет позволил спикеру отказать в рассмотрении закона, запрещающего деятельность миссионеров, не церквей, на основании того, что он «расистский» в кавычках. Израильское правительство и Соединенные Штаты Америки совместными усилиями пытаются лишить Каханы его американского гражданства. Госдепартамент предпринял самые возмутительные шаги после антикоммунистических 50-х годов. Каханы, родившиеся в США, являются двойным гражданином, как 6 миллионов других американцев с двойным гражданством. Однако, внезапно Госдепартамент сообщает Каханы, что его лишают статуса гражданства, поскольку стал членом Кнессета. И это несмотря на то, что Голда Меир, Моше Аренс и Марша Фридман были американскими гражданами и одновременно членами Кнессета. Госпожа Меир не только никогда не отказывалась от своего американского гражданства, но ее и не просили сделать это, даже когда она стала премьер-министром Израиля. Моше Аренс несколько лет проработал в Кнессете и был председателем комитета по международным отношениям. Ему тоже никогда не предлагали добровольно отказаться от своего гражданства. Он всегда был гражданином США. Правда, он добровольно отказался от гражданства спустя 20 лет, когда стал послом Израиля в США. На момент написания этой книги американский гражданин, стоматолог из Бруклина, служит послом в ООН от Гренады. Госдепартамент США постановил, что он может сохранить свое гражданство, поскольку никогда не выказывал намерения в кавычках отказаться от него. Кахан и пошел еще дальше. Перед тем, как принять присягу, он послал письмо и телеграмму в Госдепартамент, где прямо сообщил, что не имеет планов отказываться от американского гражданства. Но кому это интересно? Израильское правительство, отчаянно пытаясь помешать Каханы ездить в США, выступать там и собирать деньги, готово свернуть горы, чтобы заставить Вашингтон сделать за себя эту грязную работу. Израильскому правительству уже удалось запретить Каханы въезд в Канаду и Великобританию. В обоих случаях не обошлось без еврейских групп, которые надавили на правительство этих стран. В случае с Канадой это было проделано совместными усилиями канадского еврейского конгресса ибнэйбрид. Великобритании к делу приложил руку респектабельный совет еврейских представителей. Здесь интересно будет привести цитату из резолюции движения Кадима Канадского совета реформистских сионистов, которая была принята на одном из его съездов. В резолюции, обращенной к Джозефу Кларку, министру иностранных дел, движение выразило поддержку отказу правительства разрешить равину Мейру Каханы въезд в Канаду. На этом же съезде было решено порекомендовать израильскому правительству не держаться за Иудею и Самарию из идеологических соображений. Теперь, что касается правильной, уважаемой, демократической и толерантной британской газеты Jewish Chronicle. Однажды в эту газету написал один читатель, спросив, почему при том, что газета почти истерически одержима Каханы, она не дает ему право ответить на нападки. В ответ редактор престижной газеты написал следующее. Его имя Джеффри Де Пол. Я привожу его ответ полностью. Сэр, Каханы не только неонацист, но таковыми являются все, кто подобно ему использует против израильских арабов тот же язык лжи, полуправды и пропаганды ненависти, которые использовали Гитлер и Геббельс против евреев. Для нас обоих было бы лучше, если бы вы читали вашу любимую нью-йоркскую газету и перестали читать нашу. Конец цитаты. Совершенно верно. Мне никогда не удастся разоблачить больной, полный ненависти разум еврейской элиты лучше, чем это сделано в этом письме. Неудивительно, что они хотят запретить меня в своей стране. Им никогда не было интересно оспорить мои взгляды в полемике. То, что они пускают пену, как дикие звери, является лучшим свидетельством их интеллектуального банкротства. Это же относится и к американскому еврейскому руководству.